Привет, умники! Сегодня мы узнаем, почему неприятные люди так успешны, где пройдет раприал и из чего сделаны экологичные солнечные панели. Подробности далее. Ученые Сэмюэль Хантер и Лили Кушенбери из британского психологического общества выяснили, почему отталкивающие люди чаще оказываются более успешными в карьерном плане. Оказывается, неприятные личности лучше умеют отстаивать собственные идеи, даже когда они кажутся малопонятными большинству или вовсе не совпадают с общепринятой точкой зрения. У них есть чему поучиться. Не нужно быть злым гением для того, чтобы добиться успеха. Достаточно просто не замыкаться в себе после каждого плохого отзыва, который вы слышите в свой адрес. Стоит быть немного настойчивее и верить в себя и собственные силы. Правда такова. Жесткие люди лучше адаптируются в конкурентной среде, а деликатные с их постоянными уступками и вежливыми улыбками остаются далеко позади. В Казанском федеральном университете пройдет пятый Всероссийский конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Организаторами форума выступает Высшая школа русской зарубежной филологии Института филологии межкультурной коммуникации КФУ. Это уникальное событие для научной жизни Казани. Впервые за историю проведения конгрессов местом проведения был выбран Татарстан и Казань в частности. До этого времени конгрессы проходили только в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Сейчас же крупные ученые, занимающиеся исследованиями в области русского языка и литературы, смогут в полной мере оценить научный и культурный потенциал Казани. Солнечные панели помогают человечеству сокращать зависимость от ископаемого топлива. Но современные панели также трудно назвать дружественными к окружающей среде. Учеными были разработаны более практичные экологичные солнечные ячейки, которые производятся из недорогих материалов – галлоидных пировскитов. Для создаваемых солнечных ячеек учеными был разработан новый исходный раствор из форма мединового едида олова и метиломоневого едида свинца. В результате получились узкозонные ячейки из пировскита, характеризующиеся 15% КПД преобразования энергии. Производство таких солнечных панелей позволит снизить затраты, используя меньше энергии, чем необходимо для производства кремниевых панелей. Это были самые познавательные новости науки на сегодня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok